Продолжение следует... В цифрах больше 300 миллиардов гривен. Кредиты нам давать не будут. И даже могут пострадать защищенные статьи. Защищенная это зарплата в первую очередь. Чем нам... Как бы... Что нам делать в связи с этим? Как ты думаешь? Первая мысль, которая у меня родилась в этой связи, что, коль драк в бюджете, нужно полностью остановить определенные затраты, прежде всего. Потому что, что касается пополнения бюджета, вопрос более сложный. Это, прежде всего, подъем промышленности. Налоги брать с людей, но туда уже больше. А, подъема промышленности же не будет. Очень быстро нет. Не то, что быстро, его вообще нет. Промышленность уже убили. Ее нужно вложиться теперь очень здорово. То есть, это, получается, не будет перестепенное. Но, на мой взгляд, я считаю, что нам, прежде всего, нужно убрать такие статьи расходом, как выплаты МВФ. Это мое мнение. Нужно объявить дефолт, как делают многие страны, в том числе, скандинавские. Объявить дефолт и сказать, что мы ничего не должны. Так, это же Шчаплыга сказал, что на следующий год Порядка половины бюджета запланировано для того, чтобы отдать средства внешним кредиторам. Ну да, проблема в том, что наша экономика работает на МВФ. Отсюда, как бы, и все проблемы. То есть, и существует очень много аналогий именно МВФ. Например, ну, как показывает практика, ни одна страна, которая сотрудничала с МВФ по кредитам, она не развелась. Она не добилась никаких ведущихся экономических успехов. Потому что цели другие. Потому что цели другие, да. То есть, МВФ работает по системе, которая выжимает из страны последнее, садит страну в ростовщическую тапку и дует ее до упора. Поэтому это бесперспективно. В конце концов, есть потенциально китайские инвестиции, есть инвестиции именно арабского мира. То есть, где под конкретные какие-то суммы можно начинать определенные проекты. В том числе, нельзя России исключать из этого списка стран. То есть, понятно, что с МВФ мы кашу не сварим. Они будут душить нас до тех пор, пока они начнут постепенно отнимать определенные структуры, как, например, было в Аргентине, когда МВФ за долги забрало в Аргентине канализацию. Аналогичная ситуация была и с Панамским каналом. Тот же Чаплыга привел опыт Молдавии, где он сказал, у них первая статья доходов в бюджете, коммунальные платежи на население за ЖКХ. Там люди в основном работают за рубежом, на заработках, приезжают в страну, приводят, провозят какими-то там мыслимыми и немыслимыми путями деньги. И эти деньги через ЖКХ у них забирают. То же самое и у нас может быть. Хотя тот же Чаплыга сказал, у нас задолженность 80 миллиардов по ЖКХ. Выходит, если у нас пойдут этим молдавским путем, начнут поднимать, значит, задолженность еще увеличится. В итоге денег все равно не будет. Да, если у нас пойдут молдавским путем, результат у нас будет, как сказать, сомалийский вариант. У нас же из населения выдушить нечего. У нас же замкнутый круг, потому что у нас основная масса людей пока все равно работает на Украине. Их достаток прямо пропорционален именно уровню экономики. То есть круг замкнулся. Хотя любые правительства в крайнем случае начинали обратно в такую ситуацию оббирать народ. Тут есть такой вариант. Они могут увеличить коммунальные платежи для больших помещений. То есть брать выше коммунальные платежи у тех, кто более зажиточен. Тоже вариант. Ну, налог на роскошь, как бы да, об этом уже говорили неоднократно. Даже, по-моему, там есть какая-то градация именно платы за площадь жилья. Не могу точно сказать насчет этого вопроса. Ну, опять же, к бизнесу уже применима вся эта система, потому что они платят и за энергоносители больше. И так далее, и так далее. По сути, могут кошмарить богатых людей. Ну, у кого деньги есть. У более зажиточных, значит, у зажиточных можно взять. Ну, это так называемый средний класс. Потому что те, что самые кошмарить невозможно, потому что, по сути, как бы... Ну, по сути, малый и средний бизнес, и это логически вытекает, что их будут нагинать. Да. Они, в свою очередь, будут уходить в тень, платить налогов еще меньше, и обратно эффекта не будет никакого. То, что они по доброй воле начнут платить налоги, то это слабо верится. Слабо верится. Даже если они увеличат эти налоги, то вряд ли. Ну, есть данные, что это 40% бизнеса у нас именно в Украине. Ну, даже вот, если подумать, вот, собственник бизнеса, если он понимает, что половина налога уйдет на уплату внешним кредиторам, а не на благосостояние страны, то как-то мотивации нет. Если мотивации нет, то мотивации вообще платить налоги. И тут же нам, этот, там, из правительства кто-то сказал, что через 10 лет или через 20, через 10, по-моему, пенсии не будет. А если не будет пенсии, то есть мотив платить ЕСВ, единый социальный взнос. Тоже нету. Единый социальный взнос же увеличивает бюджет пенсионного фонда. Ну, в целом, знаешь, такое ощущение, вот, посмотрите на Украину, происходят те же самые мероприятия, задействуют те же самые механизмы, когда идет именно обанкрачивание фирмы, предприятий, все то же самое. У нас, получается, нафтогаз уже перестал быть прибыльным, у нас уже железная дорога перестала быть прибыльным. Отдали все это под собственную коммунтанцию. Ну, такое ощущение, что нас сознательно банкротят. Даже в нашем разговоре наглядно встает вот этот монстр разрушения нашей страны, как-то, да? Да. И, ну, если чиновники открыто говорят, что мы не будем платить пенсии, но для них заплатить кредиты МВР – это святое, то, по-моему, с этими чиновниками все понятно. Ну, собственно, выход со стороны государства – это единственный выход – это перестать платить, ну, то есть дефолт, да? Да, это дефолт, да, потому что данные кредиты не перестали платить. И условия, по которым мы сейчас с ними работаем, и использование денег, то есть куда эти деньги уходят в лоб, никто не знает. Нет. Ну, судя по тому, что происходит уже больше половины денег, это лоб, это брак, это нам служивание, это выживание, это замкнутый губ. Ну, если со стороны обычного человека, вот что ему, если впереди маячит увеличение коммунальных платежей, значит, ну, экономить, а куда уже экономить? Ну, по-моему, наши люди и так уже экономят, дальше не экономят. Ну, понимаешь, как экономить, когда определенная часть зарплаты человеку ходит все равно в пенсионный фонд, и он должен, получается, еще собирать себе на старость, у него альтернативных отношений нет. Какие-то частные фирмы, на компании, которые предлагают именно накопительный вариант пенсии, ну, им тоже верить нельзя. Сейчас такие смутные времена, что подобные компании, они как банки, можно оплатить туда деньги, надеясь, что тебе будет эта частная фирма платить пенсию, но что будет с этой частной фирмой, там через 5-10 лет никто не знает. Да, ну, обычный человек в этой ситуации не снова может делать, он может выказать свое возмущение. А может мы преувеличиваем такую бедность, вот посмотри, сколько машин там ездят по нашим дорогам, люди покупают продукты, такие товары, это не первая необходимость. В нашей стране это не первая необходимость, но берут же. Понятно, что мы не дошли до состояния там, именно, бедных районов Индии. Но, знаете, Украина богатая страна, в любом случае здесь крутятся большие деньги, так было всегда. Просто в каком направлении не крутятся, всегда есть что-то в казне, если седают, то потом куда эти деньги деваются. Ну, если правительство начнет закручивать гайки, то есть брать людей больше, ну, просто люди станут более бедные. Конечно, да, да. Ну, то есть как-то... У нас идет стабильный процесс обмещания народа. Спастись от этого, ну, то есть, ну, ты не видишь варианта. Я, допустим, не вижу какого-то варианта. Ну, максимум те, что люди зарабатывают сами, они нашли вариант, они максимально уходят в налог. Других вариантов быть не может, то есть государство все до этого делает. Так тоже же наше же государство, оно внедряет обязательное применение РРО, это кассовые аппараты, вот с нового года и там с апреля месяца, то есть поэтапно. Да, причем такие попытки уже были неоднократно, где-то года три назад было, и по новому году было. То есть, ну, понятно, кто-то хочет наладить серпей, какой-то маленький бизнес, причем были такие моменты, когда говорили, что нужно покупать именно кассовые аппараты такого-то производителя, именно в таком-то месте четко давали адреса. Ну, понятно, все это дело очень грубо, топорно, как у нас обычно эти вещи происходят. Тем не менее, очень интересный и тот факт, что уже в протяжении нескольких лет правительство не дает никакого отчета. Это еще началось с Гройсмана. То есть, раньше было принято, чтобы глава правительства давал ежегодный отчет. Гройсман ни разу не давал ни одного отчета. Нынешнее правительство, оно переняло эту удобную для него тактику и делает то же самое. То есть, оно перед нами не отчитывается. Слушай, видишь, какая тенденция. С одной стороны, увеличение налогов, коммунальных платежей, ну, то есть, различных платежей с населения. С другой стороны, бизнесу увеличивает налоги и РРО внедряют. То есть, не будет возможности как-то подпетлять от налогов. Увеличивается контроль. Тем более, сейчас вот диджитализация. То есть, всех садят в электронную матрицу, как бы. Не там уже все будет учтено. Каждый волос на голове будет учтен, как у Бога. То есть, правительство становится Богом. Оно все видит. Каждый волос на нашей голове. Я бы сказал, в этой ситуации правительство становится мародером. Если брать именно тот сегмент частных предпринимателей, о котором мы говорим. Это маленькие магазинчики, где внедряется РРО. То есть, понятно, что налоговое давление увеличивается. Именно штрафные санкции тоже весьма расширяются. С точки зрения, именно со стороны контролирующих органов. Ну, единственный логический вывод этой ситуации один. То, что крупный бизнес Украины борется с мелким. То есть, он хочет полностью монополизировать рынок. Потому что, как бы там ни было, допустим, возьмем мелкие эти ларьки продуктовые, магазинчики, так называемый формат у дома, которых еще не выдавили супермаркеты. В любом случае, они имеют свой оборот. Он небольшой, да. Ну, допустим, например, в рамках страны, да. Если смотрим какой-то большой владелец гипермаркета, то если даже он за счет закрытия этих магазинчиков увеличит свой оборот хотя бы на 2-3 или 5 процентов, то это очень даже немало. Знаешь, вот у меня грешная мысль появляется. Если вот такая ситуация, вот мы же проговорили, что это правительство нам там все вот жмет. Значит, нужно менять правительство. И снова же мы приходим к той идее, нужно выбирать других людей в депутаты, те, которые понимают эту проблему. Ну да, но беда в том, что как бы население Украины уже реализовало свою возможность влияния. Ну, это в этом году. Да, но тем не менее, вот мы выбрали, допустим, президента, выбрали там от полного рада. То есть, за 5 лет эти люди могут там такого наговорить, что мы себе даже не представляем. Как бы тут мы подходим к другой стороне недостатку именно этой системы. То, что у нас практически не работает механизм возвращения депутатов. То есть, да, мы его выбрали, а вот вернуть быстро назад, опустить на землю, вот мы уже не можем. Это проблема вообще. То есть, туда же получается вопрос, не только самосозного выбора. Ну, понимаешь, ты говоришь о технологии, как это сделать. А я говорю о принципе, что мы проговорили, и мы упираемся в правительство. То есть, управляющие слои. То есть, что-то не так с управляющим слоем. Население есть, а управляют им не лучшим образом. То есть, у нас проблема управления, управления нашей страной. То есть, проблема все-таки во власти. Да. А если признать ту мысль, что власть это, она же от народа, то выходит, это народ такой. Логично. Выходит, мы как бы сами виноваты в том, что вот у нас такая ситуация. Отчасти, да. То есть, нельзя полностью как-то снимать себя как гражданин ответственным за то, что происходит. Это неправильно. Мы ведь выбирали, не ведь ведь неправильно. Мы все восставали. Хотя уже наблюдается положительный. С моей точки зрения, тенденции, это очень низкая явка. Сбирательная. Это как бы, с одной стороны плохо, но с другой стороны, это замечательно. Почему люди не приходят на выборы? Это крайние выборы, да? На местах явка была от 19 до 27%. Даже президентские выборы были, по-моему, чуть больше 50%. То есть, это говорит о том, что действующую власть выбрало менее половины населения. То есть, только 50% населения пришло проголосовать. Из них чуть больше этой половины, то есть, чуть больше четверти населения проголосовало. Ну, в любом случае, вот смотри, люди не пришли, но они же просто никак не повлияли на выбор власти. Они могут повлиять, знаешь, тогда, когда не придут процентов 90. Тогда как бы власть задумывает. Нет, я имею в виду, то, что они не пришли, то, выходит, они все пустили на самотерки и не пытаются активно как-то себя проявить. Я рассматриваю это как бы позитивную тенденцию, потому что рано или поздно, если с этим ничего не будут делать, они не будут с этим ничего делать, потому что в этом они ничего не понимают, у них там свои задачи им ставят их кураторы. Если не придет процентов 90 на выборы, тогда на это уже будет трудно не обратить внимания. И тогда вот это вот пассивное отношение будет самым мощным проявлением своего отношения к той системе, которая игнорирует интересы людей. Знаешь, вот у меня мысль пришла сейчас. Мысль, что как бы мы уже проговорили, что власть, она же от народа, это же как бы власть выражает то, что в народе есть, те качества. То есть власть такая, какие и мы. Да, мы заслуживаем такую власть. Но тогда вот, ну, мы же думаем о том, какой рецепт вообще предложить вот в данной ситуации. как мне кажется, как мне кажется, народ через своих представителей, там, философов и прочих, должен осознать, что он есть. Понять, какие у нее болячки, у него болячки, у этого народа. И то, что происходит, это естественно. Если мы не можем в этой ситуации справиться с собой, наше общество просто рассыпется и на обломках этого общества будет новое общество какое-то. Наше общество, оно должно состояться, я так это воспринимаю. То есть, да, мы живем в стране независимой уже около 30 лет, но мы как бы еще не пришли к тому выводу, не осознали то, что мы-то по сути еще как бы не выкристаллизовались так самостоятельно, какая-то единица. То есть, все об этом говорит. Да, мы живем на потенциале там бывшей империи, мы проедали все время то, что было создано. Несомненно, есть много и нового, но очень много разрушено. Все общество в этом участвовало. Все общество это участвовало. В проедании, в воровстве общего как бы ресурса. Мы его перерабатывали на туалетные всякие вот эти дела. На метролом. Да, оно все ушло. Это разрушалось. Мы убили как бы сами себя. мы возвращались в офисе, разрушались. На их месте строились просто живые здания. Но об этом можно чуть долго рассказывать, но несомненно. там и многое, и нового есть. Но то, что есть новое, как бы это уже среди этих технологий, которые есть во всем мире. Как-то, слава богу, и тоже перенимаем по мере возможностей. Но тем не менее, мы, будучи в момент развала экономикой, пятой по экономике потенциалу страной Европы и третьей ядерной державой, у нас очень был хороший стартовый, очень хорошая стартовая позиция. Смотри, позиция была. А вот общество, вот общество, как некий организм целостный, не смогло держать эту нагрузку как бы цивилизационную? Не смогло точно. Да, мы оказались к этому не готовы. Если бы такой потенциал дали, я думаю, многим народам, они бы, не будем уже конкретизировать, они бы ее использовали бы, но, я думаю, значительно успешнее. Вряд ли было бы ситуация, что государство, которое было третьим в мире по ядерному потенциалу, через 30 лет оказалось на крючке ОМВФ. Это просто, я не знаю, какие титанические усилия нужно было для этого приделывать. И я скажу тоже свое мнение, тоже в своей книге это описывал, разбирал, что для того, чтобы такое государство довести до того состояния, которое сейчас, тут мало халатности. Тут нужны целенаправленные действия на уничтожение этого государства. Я так думаю. Ну, опять же, дыра в бюджете, опять же, в следствии всех этих процессов. Знаешь, вот пришла мысль, то, что нежизнеспособно должно умереть. Знаешь, вот как рождаются котята, у меня вот кошка недавно родила четырех котят, и одно мертвое родилось. То есть, если оно нежизнеспособно, оно умирает, остаются живые. То есть, то, что нежизнеспособно в нашем обществе, оно отомрет, и по сути, слишком печалиться нам не стоит, потому что будет что-то новое, на замену придет что-то новое. Ну, это эволюционные процессы. Конкуренции никто не отменял. Многие люди почему-то до сих пор живут в иллюзии, что мы живем в какой-то уже уникальной цивилизации, где очень весьма добропорядочные отношения между государствами. Все государства хотят друг другу добра, помощи. Нет, мы живем в условиях дикого каких-то битма, где там человек человек у волка, государство у государства тоже волк, почему-то. И в итоге это конкуренция. И смотри, вот эта же система, она работает в итоге на уничтожение государства в целом. Да, ну мы же уничтожаемся. Наша несостоятельность на этой работает. И нам в этом процессе всегда в скобочках помогут, в кавычках. Помогут почему-то, потому что никто не заинтересован в том, чтобы мы были мощными аграрными производителями. Мы нужны как сырьевой придаток и источник дешевой рабочей силы. Как бы это цинично не звучало, но это остается фактом. Даже по последним данным, если все наши рабочие, которые работают, например, в Польше, в Германии, вдруг вернутся на родину, то экономика этих двух стран, она значительно пострадает, потому что своим людям придется платить намного больше. в таком варианте, в котором мы сейчас есть, мы их интересуем. Им, конечно, неинтересно довести нас до состояния Сомали, чтобы рядом была такая локация хаотичная, непредсказуемая. Но вот тут состояние, в котором мы есть сейчас, такой хронической стагнации, которая нас поддерживает, как бы, ну, это им интересно. Смотри, вот у меня же снова же возникает вопрос, что делать нам, например, как по мне, в процессе нашего разговора у меня пришел ответ, ну, мы там, представители нашего нашего социума, мы должны осознать, что с нами происходит и что у нас не так. И об этом мы должны сказать. Вот у нас не так кто-то и то-то. Мы это должны проговорить и сказать, в чем наш грех. Это то, что это социальный грех. Вот есть грех перед Богом, а есть грех перед социумом, перед государством. Что нас разрушает? Почему так произошло? Разрушает, коррупция нас разрушает, прежде всего, по-моему. Коррупция, а что на нас на коррупции? Это то есть себе, чтобы лично себе что-то взять. Это личная жадность, алчность, такая-то социальная То есть индивидуализм. Индивидуализм. Да, индивидуализм. Это животный эгоизм, да. Индивидуализм, выходит, вот этот капитализм, эта система разрушительная. Во всяком случае, для нас, для нас, да. Мы видим результаты. Вставать там какие-то советы общества, кто-то, но их и не просит. Не знаю, что можно сказать, что сейчас нельзя людям поддаваться в никакие провокации. Нет смысла где-то собираться, там, чего-то требовать, ничему не поможет. То есть революции с нас, того Бога, уже хватит. Ни одна революция в современной истории ничем хорошим для народа не заканчивалась. Революция уже давно перестала быть средством воли изъявления народа. Она стала инструментом для смены власти. То есть не поддаваться провокациям, то есть наблюдаем. Как говорил Карсон, спокойствие, только спокойствие. Ну и пытаться же осознать, что происходит. Ну это работа над собой, ну, естественно. Ну, я предполагаю, все время же были в обществе всякие философы, то есть люди, которые там, пророки, философы, они рассуждали за всех. Пока каждый занимался своим огородом, такие люди размышляли, то есть пытались понять, что происходит. Фейсбук и Инстаграма все люди сами грамотные. Они все читают Фейсбук, они уже говорили, что они все знают и понимают. Я не могу сказать, что люди глупые, но парадокс в том, что люди как-то ограничивают свое мышление, они не переходят за какие-то рамки. Причем рамки это очень простые, там от них не требуется чего-то трансцендентального и прочее-прочее понятие. Они просто даже не анализируют там обычные какие-то, например, процессы, да. Даже такие простые вещи, когда вот людям говорят, что там, например, ну, прививки это благотворительность. Если чека подвести к концу, вы понимаете, что компания Файзер, она их продает в государство. Пусть даже государство будет бесплатно давать вам. Вот на таком примере люди просто не включают элементарную цепочку, чтобы понять, как это работает. Кстати, еще пришла одна мысль в процессе нашего разговора. Кто такой человек? Это информационная машина для переосмысления того, что происходит. Мы информационные машины. И как машина может быть запрограммирована. И чем вот каждому человеку заниматься? Размышлять. Ну, пытаться понять, что вокруг происходит. Да, это время думать. Ну, это, понимаешь, это просто такая идея. Такая идея у меня пришла, хотя я же не говорю, что это так и есть. Потому что есть же другие идеи. Я с этой мысль полностью согласен. Человек существует предупреждение. Оно программируется, может программируется. Я вот прочитал результаты научного исследования, где там говорится, что интеллект человека это не для того, чтобы думать, а для того, чтобы создавать телу комфорт. Интеллект должен программировать будущее и понимать, какие проблемы будут тело ожидать и что ему нужно. Запасы какие-то делать, возможно, отдых. полностью согласен. Но эта система еще устроена так, что она избыточна по своему потенциалу. А это нужно понимать, для того, чтобы кто-то из этих людей мог думать не только о себе, но и обо всех. Но это уже индивидуум. Это дискутировали уважаемый эволюционер и уважаемый пихот. Я уже себя уважаемым назвал. Это уже крайняя степень эгоизма какого-то. Нет, определенная степень самоуважения почему бы нет. Самоуважение к себе. Эгоизм мы назовем более красивым словом. А как можно уважать других людей, когда ты не уважаешь себя? Логично. Что повод ты согласен? Логично.